Всем привет! Я Настя. И в этом видео мы напишем портреты Наталия Рейра и Факунда Арана. Я вам покажу небольшой туториал по написанию данных портретов. Также вы увидите несколько историй из моей жизни, что именно побудило меня к написанию данных портретов. Именно здесь мы будем писать портреты акварелью. А в конце видео жду комментариев по поводу, до сих пор ли вы считаете, что акварель не серьезный материал. Хотела включить музыку в данный видеоролик, но YouTube не особо приветствует, когда мы используем музыку чужих авторов. Так что и делала прически девчонкам. То есть на то время это было уже на полном серьезе. И в то время я маме сказала, что у меня будет свой салон красоты, я буду заниматься творчеством, буду рисовать и буду создавать красоту. Мы смотрели этот сериал с упоением. На то время в деревне было лишь два канала и не у всех были даже телевизоры. То есть мы собирались к компании и к времени просмотра приходили либо к одному, либо к другому в гости и обсуждали. Были определенные дебаты у нас. Мы переживали за актеров. Настолько они нам красивыми казались. Безумно красивая пара была. А сейчас я пишу портрет Натальи Аррера. С самого начала видео не сохранилось, но полный от начала и до конца туториал вы увидите на портрете Факунда Арана. Здесь я сейчас использую контрастные цвета. То есть в акварели я никогда не использую сразу телесные оттенки. Изначально выкладываю, высматриваю какой цвет. Свет падает теплый или холодный. В зависимости от этого наношу краску. Здесь мы видим, что свет теплый. Здесь очень много желтых оттенков. То есть начинали мы с желтого, потом постепенно в холодные, в тени мы выкладывали розовые, синие, фиолетовые. Здесь сейчас на данный момент я уже делаю цветную подложку волос. Потому что на цвету они где-то красные, где-то оранжевые. Глаза у актрисы зеленые. Подчеркиваем глубину синим цветом индиго. Тени выкладываем на данный момент индиго цветом. Брови точно так же. Несмотря на контраст, мы изначально видим их темными. Но если присмотреться на свету, они желтые. А в тени они более холодные, более синие оттенки. Придаем тень носу, глазам, формам лица. По насыщеннее добиваем розовый цвет, розовый и фиолетовый. Изначально первые слои выкладываем очень тоненьким слоем. А насыщенность добиваем потом дополнительными наслойками. Методом лисировки мы поэтапно накладываем слой за слоем, что придает определенную многогранность цвету. Это и большое преимущество. В этом и есть большое преимущество акварели. Придав фоновые оттенки, мы уже приступаем к более контрастным цветам. Это действительно коричневые и уже черные. То есть они уже идут в последнюю очередь. Глаза и волосы, нюансы мы прописываем в самый последний момент. Изначально нам нужно создать подложку. А акценты мы делаем позже. Если это грань с лицом, то есть мы не делаем четкую фактуру. Для того, чтобы создать натуральность, мы прибегаем к растушевке. То есть капля с водой, она медленно и верно разносится по всему холсту. Таким же образом мы забиваем волосы. Не изначально мы берем черный цвет, а потихоньку-потихоньку по нарастанию цвета углубляем. То есть был изначально желтый, оранжевый, потом красный, потом светло-коричневый, потом темно-коричневый. То есть потихоньку добиваем пигмент. С самого начала, если вы начнете с темных оттенков, при нанесении последующих слоев более контрастных, вы можете создать грязь. Грязь нам не нужна в данной технике. Поэтому к темным цветам мы приходим в самую последнюю очередь. И медленно, но верно мы формируем уже копну волос, прорисовываем глаза, форму лица. Таким образом она у нас преображается. Где-то точно так же волосы мы изначально смотрим там, где падает свет, и они более растушеванные. Сначала более большой каплей с краской, с водой мы наносим, а потом более сухой кистью мы прорабатываем уже акценты каждый волосок. Вообще в технике акварели очень важно, чтобы каждый слой он подсох. Я не люблю дожидаться, когда подсохнет определенный участок. Поэтому я работаю по кругу, потихоньку возвращаясь к предыдущим местам. То есть если я залила каким-то цветом глаз, потом иду на волосы, либо на тело, потом к фону, чтобы потихоньку-потихоньку возвращаться по кругу к одним и тем же местам. В самом финишной прямой после завершения акриловой подложки полностью, когда уже все подсохнет, делаем блики белой акриловой краской. Хоть по правилам белый цвет вообще не используется в акварели, но я прибегаю к таким нюансам. Я считаю, что белые акценты в определенных участках, они имеют определенную игру цвета. Главное здесь не переборщить. И вот такой результат у нас вышел. Оцените в комментариях, насколько он вам нравится, действительно ли она похожа. И что вы испытываете к данной актрисе? Как оцениваете данную работу? Я считаю, что Наталья Рейра очень прекрасная актриса, замечательный человек и очень шикарная девушка. Что вы на этот счет думаете? Напишите также в комментариях. А сейчас мы далее приступим к написанию портрета Факунда Арана. Лирическое отступление. Расскажу вам также немножко о детстве. И вот в определенный момент детства моего мы приехали в очередное лето. Идей на тот момент было очень много. Мы хотели создать приют для бездомных животных. В то время я уже подрабатывала для того, чтобы кормить бездомных кошек. Но для меня это была очень безумная цель, помочь всем животным. Я собирала котят, я им помогала. То есть я их где-то притаскивала домой, отмывала. И рынок у нас был рядом с домом. То есть я их там пристраивала. Но на тот момент не всех котят мне разрешали домой принести. На тот момент я мыла в подъездах полы для того, чтобы заработать котятам на корм. И вот по приезду в деревню в этот сезон я зарядила всех идей, что нужно обязательно построить приют. И для этого нужны деньги. То есть мы уже собирали каких-то бездомных собак и кошек, которых кормили. То есть к этому приюту у нас там появился потом кролик. Потом у нас какие-то лягушки, бабочки появились. Ну то есть вот таким образом. Птичка у нас раненая была. И то есть я уже на тот момент зарабатывала первые свои деньги, делая прически девчонкам. То есть мы просматривали данный сериал, собирались. И я собирала целую толпу в момент, когда делала прическу. У меня была целая энциклопедия с прическами. И мы экспериментировали. Естественно, там отдавали они мне копейки какие-то. Но мы эти копейки складывали. В этот же год мы придумали, что нам необходимо заняться торговлей. И мы вышли на деревенскую площадь с собственноручно созданными изделиями. Там изделия из бисера были, какие-то поделки, киндер-сюрпризы. На что нам, конечно, потом влетело. Потому что так не принято в деревнях заниматься бизнесом детям. Но для меня это было дико и непонятно, почему мы не можем зарабатывать. Мы же во благо. Потом, хорошо, нам запретили торговать на площади. Хотя у нас уже появились в то время покупатели на наши фенечки, изделия из бисера. То есть были дети, которые действительно просили у родителей, чтобы купить там определенно какое-то изделие. Далее мы потом устроили лотерею. Все это, почему именно Наталья Рейра и Факунда Арана? Потому что все это в процессе просмотра этих сериалов. То есть вот как-то приходили, кто-то прически делал, мы смотрели этот сериал. Как-то мы фенечки плели и смотрели этот сериал. Далее мы придумали сделать лотерею. И точно так же там бескропройная лотерея была. Что-то стоило на то время 50 рублей. Мы собрали достаточно денег. Ну, в конечном счете взрослые посчитали, что мы слишком малы для того, чтобы покупать. Мы хотели дом купить. На то время мы присмотрели где-то за городом какой-то дом для того, чтобы там периодически проживать. И собрать вот именно всех, всю живность именно туда. В конечном счете обрубили нам данное желание. И с того момента я просто увлеклась именно рисованием. И я помню, что нас наказали даже за то, что мы что-то проводили, какие-то такие действия. Несуразные для деревенской местности. И мы нам запретили ходить друг к другу в гости. Я помню один момент, когда я сидела на лавочке и рисовала животных. На тот момент это была масляная пастель. И я рисовала, и я представляла, как будут проходить мои выставки. Что я буду зарабатывать на этом. Что это будет средством моего существования. И то есть в тот момент я рисовала еще каждый день. У меня было такое стремление, было такое желание, чтобы рисовать каждый день. Потом по приезду домой я попросила маму купить мне самоучителей. И я по этим энциклопедиям училась создавать какие-то рисунки. Были кошки, были руки. Ну то есть все возможное. И где-то я даже не выходила гулять для того, чтобы научиться рисовать. Но взрослая же... И класс 6-го я начала больше писать, чем рисовать. О продолжении данной истории в следующем ролике. Спасибо за просмотр. Пока-пока.